Не знаю, как у вас, но у меня Новый Год это самый любимый праздник в году, поэтому я в огромном предвкушении. И, конечно же, на Новый Год принято дарить подарки, и сегодня я хочу сделать видео со своими рекомендациями в плане подарков. И сразу вам скажу, это будут не просто там какие-то подарочки на отвори, все, что я отобрала, это просто супер классные штуки, которыми я просто головой ручаюсь, что если вы это подарите, или если вы это получите в подарок, и можно себе это подарить, то вы останетесь просто супер довольны, и если бы у меня этого всего не было, и тут вдруг мне кто-то это подарил, я бы просто была довольна как слон. Нет, как три слона, а может пять слонов. И помимо просто идей подарков, я для вас настоящий подарок подготовила. В этом видео будет конкурс, как и во всех видео в декабре будут конкурсы, где-то призы будут более дорогие, где-то чуть попроще, но во всех абсолютно видео в декабре будут конкурсы, и это мой способ сказать вам спасибо и поздравить вас с праздниками. Сегодня я разыгрываю хайлайтер от MAC, это Mineralize Skin Finish, и оттенок этого хайлайтера Light Scopeid, и также я еще сюда добавляю консилер от NYX, это из серии HD, поэтому если вы хотите это выиграть, подписывайтесь и оставляйте комментарии. Что же касается идей подарков, то первое, с чего я хочу начать, это то, что вы видите на мне в каждом, наверное, видео, которое я делаю на протяжении уже многих лет, это браслет мой Mi Band. Я действительно считаю, что это очень хорошая идея подарка, потому что, ну вот действительно, с того момента, как они вышли, я их не снимаю, и вот Mi Band 2, который сейчас у меня, он, по-моему, вышел год назад, то есть вот он уже год у меня на руке, я его не снимаю вообще никогда. Во-первых, вы можете отслеживать свою активность на протяжении дня, сердцебиение, сколько вы прошли, сколько при этом калорий потратили, но даже если вам особо нет дела до количества пройденных шагов, все равно это просто очень удобные электронные часы, которые при этом еще и водостойкие, то есть можно не снимать их, когда вы там, не знаю, моете посуду или принимаете душ, они всегда могут быть на вас, и при этом с ними ничего не случится. Еще одна штука, которую я хочу порекомендовать, тоже будет от Xiaomi, и это электронные весы Mi Scale, по-моему, они называются, и сразу скажу, это видео не спонсировано Xiaomi, я все это покупала за свои деньги, причем очень давно, то есть это те вещи, которые уже очень давно со мной в моем доме, и чем я регулярно пользуюсь, поэтому я, собственно, это и рекомендую. Я обожаю эти весы, во-первых, потому что они точные, а во-вторых, потому что они сохраняют информацию. Всегда можно посмотреть, в каком весе вы находитесь, и какой вес у вас там был, за какой период, как вы набирали вес, или как вы сбрасывали вес. В общем-то, для меня это очень удобно. Кстати, еще одна очень важная вещь, я понимаю, что декабрь очень сильно бьет по кошельку, потому что хочется всем сделать приятное, купить какие-то подарки, но это, блин, очень дорого, и если покупаешь подарки очень многим людям одновременно, но мой вам совет, экономьте любыми способами, ищите купоны разные на сайтах, или пользуйтесь кэшбэком, кэшбэк это вот в современном мире, это отличный способ, чтобы экономить. Я сама регулярно пользуюсь кэшбэком, и вы не поверите, там реально собираются хорошие суммы, и сегодня я хочу вам порекомендовать кэшбэк-сервис, который я считаю вот самым удобным на текущий момент, я более удобного не встречала, и я имею в виду кэшбэк-сервис Cash for Brands. Самая удобная функция в нем это расширение для браузера, которое напоминает вам о том, что вы можете заработать кэшбэк, как только вы заходите в какой-то интернет-магазин. То есть даже не нужно вспоминать и отдельно открывать сайт, расширение само за вас думает, и часто бывает, что я даже не подозреваю о том, что можно заработать кэшбэк, а тут всплывают уведомления, и это становится приятным сюрпризом. Как только вы делаете покупку, в личном кабинете это сразу отображается. И самое приятное это то, что этот сервис не заставляет вас копить какие-то суммы, вы можете вывести даже 1 рубль. Этот сервис люблю не только я, у него первые места на независимых рейтингах, таких как отзывик и I recommend. А если вы свои покупки делаете не за компьютером, а на телефоне, то для телефона тоже есть очень удобное приложение, которое можно скачать как для айфона, так и для андроид-телефонов. На данный момент оно на первом месте по отзывам на Google Play, и здесь посмотрите сколько магазинов. И Ламода, и Алиэкспресс, Майо, Джирбест, Розетка, Asos, iHerb. Тут просто все, что только можно себе представить. Я вам обязательно оставлю ссылку в описании на этот сервис. Обязательно посмотрите, зарегистрируйтесь, установите себе расширение, потом не скажете спасибо. Так, поехали дальше. Теперь хочу вам порекомендовать что-то такое, что можно отнести уже к категории Luxury. Это не что-то такое, что можно, знаете, на сдачу добавить в корзину. Это действительно очень дорогие вещи, но они стоят своих денег на 100%. Первое, что хочу вам порекомендовать, это вот такие вот наушники от компании MZ. Это просто что-то уникальное. Если вы любитель музыки, если вы постоянно пользуетесь наушниками, даже не обязательно быть любителем музыки, просто если вы работаете в наушниках или вот постоянно ими пользуетесь, то вот это, это просто будет офигенное вложение денег. Они дорогие, это правда, то есть это действительно вложение денег, но с того момента, как они у меня появились, я просто не могу перестать ими пользоваться. И все, что было до этого, хотя до этого тоже мы с мужем покупали недешевые наушники, вот это просто на 10 голов выше. Вы знаете, тут даже дело не в том, что эстетически они приятно выглядят, то есть на них вот приятно действительно смотреть. Они еще и безумно удобные. Вы когда одеваете их на уши, такое впечатление, что вы просто знаете, как мягкое облачко окружает ваши уши, и в них вообще уши не устают. Вот это главная проблема, с которой я сталкивалась даже с дорогими наушниками, что они давят на ушную раковину и буквально там через час-через полтора начинает болеть голова и уже хочется сорвать наушники из головы. Вот в этих я сидела, я не знаю сколько часов подряд, я вообще даже забыла, что они находятся у меня на голове. Звук просто потрясающий, мягкий, приятный. Я не знаю еще, как вам это описать. Зайдите на сайт, почитайте технические характеристики. Что касается и внешнего вида, как я и сказала, тут каждая деталь продумана, все очень лаконично и красиво сделано. Все до малейших деталей здесь просто продумано. И, кстати, тоже это и наушники, и гарнитура в одном. То есть здесь есть и микрофон тоже, их можно подключать и к телефону, и тоже разговаривать по телефону в них. Это действительно вещь из категории лакшери. То есть посмотрите, как вообще все сделано. Даже упаковка, насколько эстетически красиво это все сделано. Помимо всего прочего, в комплекте идет кейс для хранения наушников. И также в комплекте здесь есть дополнительные джеки. То есть один широкий, такой студийный. И второй, если я не ошибаюсь, это переходник для самолетов. То есть в некоторых самолетах как раз-таки вот такой вот выход. И вы тоже можете слушать с помощью своих наушников. Еще одна вещь, которую я вам хочу порекомендовать, тоже достаточно дорогая. Но это отличный подарок как для себя, так и для кого-то. И если вы кому-то это подарите, я вам просто гарантирую, что за вами потом будут ходить годами и просто благодарить. Я имею в виду робот-пылесос. У нас первый появился где-то приблизительно год назад. Это был китайский робот-пылесос Сибест. И меня он полностью всем устраивал, за исключением того, что у него был аккумулятор старого образца. Как-то он называется, как-то никелево, чего-то там. Я вам напишу, в общем-то, как он называется. И это старого образца аккумулятора, который очень привередливый к тому, как вы его заряжаете. То есть, если не поддерживать правильно цикл зарядки-разрядки, то он очень быстро выходит из строя. То есть, буквально 2-3 месяца, и все, пылесос начинает как-то дико себя вести. Но мы с мужем задались этим вопросом и решили найти робот-пылесос с литий-ионными аккумуляторами. Это такие, как в телефонах, которые, в принципе, достаточно стойкие. И мы нашли робот-пылесос, который называется iLife. Мы выбрали для себя модель V5. Купили мы его на распродаже 11.11 на Алиэкспрессе. Была очень выгодная на него цена. По-моему, порядка 160 долларов или что-то такое. Мы решили плюнуть и все-таки его купить, потому что за этот год, который вот прошел, и которым мы пользовались вот этим вот роботом-пылесосом, мы поняли, насколько все-таки это упрощает жизнь. Так как у нас собака, которая линяет просто без конца. И если даже один день не сделаешь уборку в доме, не пропылесосишь, то на следующий день уже все, уже полно шерсти. И что касается конкретно модели V5, что мне очень понравилось, так это то, что у него есть один контейнер для мусора и отдельно контейнер у него для воды. То есть он сначала может работать просто в режиме обычного пылесоса, потом вы меняете контейнер на контейнер с водой, цепляете к нему специальную тряпочку, такую микрофибру, микрофибру, и он моет полы. Причем он моет полы не просто мочит, он реально классно моет пол. И если у вас покрытие полов это ламинат-плитка, то это просто идеальный помощник для дома. Если ковры, здесь я не знаю, как он точно будет работать, но вроде как люди тоже его хвалили, но здесь я, в общем-то, ручаться не буду. Но если ковров нет и только у вас ламинат-плитка, вот что-то такое, то вот просто возьмите, я не знаю, напишите письмо Деду Морозу, попросите его очень хорошо, чтобы вам подарили такой подарок, потому что, опять-таки, я вам просто гарантирую, что это изменит вашу жизнь к лучшему. Ну а так как у меня все-таки не канал электроники, а более такой вот как косметический канал, я все-таки пару вариантов с косметикой тоже приготовила. Первое, что я вам покажу, это вот такой вот набор от Бека. Здесь два вида хайлайтера в этом наборе, он стоит всего 20 долларов, что достаточно экономично, в принципе, для Бека. В наборе вы найдете вот такие вот миниатюрки, но я вам хочу сказать, что этого хватит реально надолго. Если вы не визажист, не красите, я не знаю, толпу людей каждый день, то для обычной повседневной жизни этого более чем достаточно, я не знаю, на год так точно вам этого хватит. Очень классный хайлайтер, вот действительно, это люксовый бренд и, наверное, один из самых хороших хайлайтеров, которые вообще есть на рынке. Еще один набор, который я вам хочу порекомендовать, это набор от Colourpop, конкретно этот лимитный, но у них есть разные наборы. Этот лимитный называется Amber Crystal Collection. И здесь в наборе вы получаете три средства. Первое, это фиксирующий спрей для макияжа. Я его уже попробовала, не могу сказать, что он прям вот железобетонно фиксирует, но помогает вашему макияжу держаться свежим более длительное время. Если вы поверх жидких и кремовых продуктов используете пудру, то, используя вот такие вот спреи, потом у вас все немножко лучше просто на лице выглядит. Дальше в комплект еще входит жидкий хайлайтер. Я сегодня его, кстати, нанесла себе на лицо. Он странный, немножко он такой вот масляный, и такое впечатление, он даже если его вот так вот поставить и оставить на длительное время, он расслаивается, то есть масло поднимается кверху, а вот этот пигмент оседает книзу. Но его способ применения заключается в том, что вы его взбалтываете, наносите куда-то на палитру, и потом с палитры, спонжем набираете и наносите. И это, ну просто максимально натуральное свечение, насколько вообще можно, наверное, создать. Даже вот этот вот кремовый хайлайтер, если вы наносите, все равно видно, что какое-то средство нанесено. С вот этим хайлайтером такое впечатление просто, что действительно это какое-то увлажненное сияние на коже, то есть вообще не видно границ, куда и где и как это было нанесено. И также здесь в комплекте бальзам для губ. И я вообще, когда смотрела на сайте этот набор, я подумала, что бальзам для губ я, скорее всего, чуть ли не выкину вообще. И я ожидала что-то такое дешево сделанное, знаете, в такой вот дешевенькой упаковке, пластиковой. Но в реальности это очень такая увесистая, тяжелая упаковка. Не выглядит дешево абсолютно. Очень в стиле Color Pop, вот такая белая упаковка. И что касается этого бальзама, он немножко тонирующий. То есть у него легкий-легкий вот такой вот оттенок, который вы видите. Но самое главное, это безумно приятный бальзам. Такое впечатление, когда его наносишь, что размазал просто сливочное масло по губам. И такое вот ощущение, именно очень масляное тоже на губах сохраняется. И, кстати, еще один такой лайфхак, который вы можете применить. Покупая вот такие вот наборы, вы их можете тоже разделять. Если у вас, к примеру, много подружек, и всем хочется сделать какие-то приятные подарочки, но каждому покупать, например, даже вот такой вот набор, который стоит 16 долларов, это дорого. Зайдите на какой-то сайт косметики, посмотрите, какие вообще существуют наборы. И эти наборы вы потом можете разбивать. И вот имея даже всего лишь два таких набора, уже из них можно составить, в принципе, 4 полноценных подарка для подружек, которые будут между собой более-менее равнозначны. Добавив какую-то приятную подарочную упаковку, мне кажется, это будет отличный выход из ситуации для того, чтобы за как можно меньше бюджет все-таки сделать хороший подарок. И что еще хочу порекомендовать, это какие-то палетки от Colourpop. У меня конкретно здесь палетка Yes, Please я вам показываю. Они тоже стоят очень недорого, но это отличное качество. И для тех, кто любит тени, но у кого небольшая коллекция или кто бы хотел ее расширить, это супер подарок, поэтому я тоже могу это порекомендовать. Ну а в принципе и все. Я очень надеюсь, что мои идеи вам понравились. Может быть, что-то из этого вы действительно выберете для подарков в этом году. Я абсолютно честно и искренне ручаюсь за каждый из этих продуктов. Это действительно хорошие вещи. Некоторые из них стоят дороже, некоторые дешевле, но абсолютно все они очень классные. А на этом я буду заканчивать это видео. Но напомню вам, что если вы хотите поучаствовать в конкурсе на Highlighter MAC и Concealer NYX, то вам нужно обязательно подписаться на мой канал. И это можно сделать вот здесь вот. И также можете посмотреть два видео, которые вам подготовил YouTube. Я считаю, что вам это будет интересно, поэтому почему бы нет, почему бы не посмотреть. У меня тут, по-моему, соседи решили включить перфоратор, поэтому мне нужно закругляться и уже идти.